интересно сколько сейчас стоит шоколад ну судя по яндекс маркету от 100 до 300 рублей можно ли на шоколадку заработать за полчаса давайте посмотрим есть простенький заказ из растровой картинки смоделировать барельеф для резьбы по дереве на станке чпу стоит такая работа 350 рублей как раз на шоколадку хватит ну что погнали для начала откроем картинку в программе photoshop и сделаем ее более контрастной для того чтобы можно было наиболее легко выделять цветовые слои то есть разобьем картинку на слои которые будут иметь каждый свой объем в 3d программе для этого выделяем первый слой это будет основание копируем его и создаем новый файл с этими же размерами и на первый слой просто делаем заливку ну например синим цветом далее нам нужно выделить первый объем это портрет виктора цоя выделяем волшебные палочки там день не получается выделять волшебные палочки дорабатываем волшебной кистью постепенно мы выделяем второй слой после того как он выделен копируем его и перемещаем новый файл чтобы он был одноцветным для векторного формата мы в свойстве слоев выделяем наложение цвета и выбираем например зелененький цвет там где у нас появились пробелы мы просто кисточки подкрасим меньших и размер сильно не заморачиваясь и чуть-чуть резиночкой подправим края если где-то они получились неровные вот таким образом мы вручную выделили всю картинку следующий слой у нас медиатор его мы выделим волшебной кисточкой поскольку он имеет простую форму также его копируем и переносим на слой чтобы не сидеть не закрашивать просто сделаем ему заливку цветом как и в предыдущем случае только цвет выберем уже другой например вот такой красненький следующий слой у нас изображение гор с елочкой и молния добавим допуску чтобы у нас есть лучше уделялось и тоже скопируем его в новую файл и остается у нас белый цвет для этого выбираем цветовой диапазон убираем изображение нажимаем на белый цвет ok и у нас выделяются все светлые цвета лишние мы убираем кистью копируем и вставляем на новый слой поднимаем немного вверх чтобы слои не перекрывали друг друга этот слой немножко опускаем и ставим посередине все в принципе у нас картинка разбита по слоям теперь нам нужно перейти и доп иллюстратор сделаем подложку для того чтобы нам было видно как смонтировать наши слои чтобы они легли каждым слоем на свое место первое что мы сделаем просто заливаем квадрат по размеру картинки это будет у нас плашка на которой будет монтироваться барельеф делаем ее чуть прозрачной чтобы нам было видно и сам рисунок на сплайны потом это нам никак не отразится поэтому мы не будем переживать копируем первый зеленый слой и вставляем его сюда в иллюстратор здесь уже можно спокойно его трассировать потому что мы обвели и цвет будет иллюстратор уже обведет по нашей обводке достаточно точно без всяких искажений и косяков нажимаем силуэт и видим что прекрасно у нас получилось векторное изображение закрепим наше изображение чтобы потом она не сдвинулась и теперь переносим следующий слой и так сделаем со всеми слоями удачи! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Импортирую сюда наш файл из иллюстратора и он уже импортируется как сплайны. Группирую сплайны по объектам, которые будем выдавливать. И модификатором даю ему толщину. Это будет у нас первая плашечка, на которой будет весь барельеф. Второй у нас... Слегка отодвину ее назад, чтобы было видно сплайны. Сделаю его невидимым, чтобы он не мешал выделять остальные сплайны. И рамкой выделяю сплайны, которые принадлежат портрету. Лицои будут первой толщиной, которая будет выдавлена из барельефа. Немножко его погружают в плашечку, чтобы потом она хорошо соединилась. И переходим к следующим сплайну. И переходим к следующим сплайнам. Также делаю невидимые те, которые у нас уже готовы рельефы. И следующий слой у нас молния и горы. Также им придаем выдавливание. Это типа экструд или шелл в 3D Maxi. Объединяю остальные сплайны, которые идут для белого цвета. Следующий по объему будет медиатор. Поэтому мы дадим ему выдавливание и поставим его на плашечку. Осталось у нас буквы. Придаем им тоже выдавливание. И в принципе все. Брельеф у нас готов. Осталось только выставить разную толщину. Дать каждому слою. Для этого, чтобы было удобнее работать, создадим несколько цветов разных. И назначим на каждый слой свой цвет. Чтобы было лучше видно и удобнее было работать. по слоям. Абсолютно любой цвет. Тут уже не важно какого цвета это все будет. Потому что для резьбы текстура нам абсолютно никакая не нужна. Нам просто для того, чтобы было лучше видно объем. И соответственно уже выдавливать каждый слой. и мы будем ставить на свое место. Зеленый у нас уже стоит. Оранжевый тоже. Теперь нам нужно пододвинуть горы. и белые буквы. И белые буквы. Можно сказать, работа выполнена. Осталось небольшой нюанс. Сохранить ее. Экспортировать формат стл. Который предназначен для печати. И полечить те полигоны, которые остались у нас внутри. Потому что я не заморачивался Бевелом. Можно было это сделать Бевелом. Он бы сразу удалил полигоны. Но у меня есть программа, которая делает это все автоматически. Поэтому я не считаю нужным тратить на это время. То есть я просто тупо их объединяю в один слой. В один объект. Убираю все выделения. Все цвета. Остается один цвет. И все. Я экспортирую его в формат стл. Все окей. Формат готов. Открываю программу. Редактор. Который лечит файл стл. Загружаю сюда этот файл. И нажимаю полечить. И все. Выполняется восстановление. То есть убираются все полигоны, которые были там внутри в автоматическом режиме. Буквально несколько секунд. И работа готова. Остается только ее пересохранить. Дадим им название 2.1. И все. Еще один момент. Добавим превьюшку, чтобы заказчику было лучше видно, как будет выглядеть его работа. Для этого создадим новую копию. И закинем текстуры дерева на эту модель. Потому что модель будет вырезаться из дерева. И поэтому берем готовые текстуры, которые нам Cinema 4D предлагает в своем арсенале. Набрасываем текстурку. Меняем сферическое на кубическое. Немножко уменьшим масштаб текстуры. Сделаем ее бесшовной. Чуть-чуть сдвинем ее. Добавим окклюзию окружения. Добавим свет. Немножко его повернем. Чтобы чуть-чуть было отбрасывание тени. Создадим плоскость, на которую эта тень будет падать. Немножко ее увеличим, чтобы закрыть все края. А вот теперь можем приблизить камеру. Дадим на фон тоже мы набросим текстуру дерева. Дадим ей 10%. Сделаем ее бесшовной. Пододвинем поближе. Еще немножко подвинем текстуру. И посмотрим, как она будет выглядеть. Все замечательно, текстура готова. И можно сохранять работу. Немножко тени добавим. Слабовато тень, сильно большое освещение. Тень увеличим на 150% сделаем. Вот так будет почетче. Ну и все, шоколадка в кармане. На все прошло, ушло 25 минут. Продолжение следует... Продолжение следует.